Привет, с вами Владимир, Реальная Стройка. Проговорим о чем? Как всегда, про бетон. Бетонная лестница, опалпка, изготовление, заливка и некоторые хитрости. А пока у меня информация для тех, кто сам собирает системы водоснажения и отопления, а также для монтажников. Рекомендую бренд европейский инженерной сантехники Stout. Вся продукция Stout сертифицирована и производится на лучших заводах России, Германии, Италии и Испании. В ассортимент входит все, чтобы смонтировать полноценную систему. Купить продукцию Stout можно во всей стране. Например, в Таганроге, в сети магазинов сетях ГАЗ. Все элементы системы Stout идеально подходят друг к другу. Вся продукция Stout застрахована со страховым покрытием 1 миллион евро. Действует гарантия. У бренда всегда на телефоне специалисты технической поддержки, которые легко ответят на ваши вопросы и помогут во всех технических аспектах. Заходите на сайт Stout и подписывайтесь на их канал на YouTube. Все ссылки будут в описании. Качественная инженерка это важно. Stout вас не подведет. Привет, Владимир, реальная стройка. Сейчас зима, мы зашли внутрь помещения. И взялись за вроде бы не сложную, но в то же время сложную лесенку. Это лестница из подвала, но мы сейчас делаем только ту часть, которая от первого до второго этажа. Лестница прямая. Здесь трудности какие? Нижний марш шире верхнего. Потому что на ступеньках нижнего марша будет подниматься стена, которая станет стеной входа в подвал. Вход в подвал будет вот здесь. Поддерживающуюся систему я покажу чуть позже. Сейчас покажем особенности. Из-за того, что вот здесь самоместный кусок монолитного перекрытия по швейерам непонятные несущие способности инженер-конструктор предусмотрел сильное оштабление. Вот оно какое. Мы заштрафились на 5-6 сантиметров, но хозяин решил заштрафиться еще больше. И за выходные, пока нас не было, он увеличил срабу. Поэтому анкироваться арматура по нашему способу в стены не будет. Лестничный марш будет держаться тем, что... Короче, чтобы разгрузить вот этот непонятный кусок монолитного перекрытия, решили разгрузить его в стену путем замоноличивания части несущей плиты с лестницы. Ну ладно, деньги звонят. Так вот. Вот здесь видно, как мы разгоняли ступеньки. По четкому проекту ступеньки были 18,5 сантиметров. Но из-за того, что фактически перепады высот не равны теоретическим, а инженер-проектировщик находится в Владимире и рисует проекты по интернету, присылает их, мы потом прибавили по 2 миллиметра. Сделали 18,7 миллиметра. Из-за этого вот так вот увеличивался, начиная с верхнего. Расси ступеньки росла, 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 пока не достило 1,5-2 сантиметра. То есть на данный момент штроба. Дальше пойдемте, все равно, чтобы не упаде. Также по проекту вот этот участок плиты ПК должен был устраняться до вот такой ширины, до 60 сантиметров. Здесь из-за ошибки монтажа плит, вот эта верхняя плита, марш междуплощадочный, а вот фактическое наличие плиты. Поэтому инженер предусмотрел обрезание плиты до вот этого расстояния и потом балку несущую, которая будет танкироваться в стены. На ней будет держаться лестница. Но наш заказчик решил, что мы срезать не будем сюда плиту, а просто скосим угол ее, обнажив пустоту. Вот мы обнажили пустоту, вот VR-кассетка. То есть эта плита останется, так как все равно это будет маскироваться, все это будет находиться в междуэтажном перекрытии, этого видно не будет. Вот так выглядит. Дальше несущая балка будет проходить вот так. И такое же решение и здесь. То есть последняя ступенька абсолютно равна плите ПК ее краю. Поэтому здесь будет устанавливаться лепуха и срублена будет ступенька. Также по причине пристраховки нашего хозяина вся эта пустота в плите будет армироваться. Здесь мы ее срубили, а здесь будут дырочки через 150 мм. Туда будет наливаться метод и вибрироваться. То есть вот тут будет круглая балка, которая тоже будет частью несущей конструкции. Я сообщил хозяину, что это бессмысленно, но человек предпочитает иметь избыточное усиление, чем недостаточное. Марши простые прямые. Используем мы ОСБ-16, которая почему-то была у хозяина. Она новая, работать не одно удовольствие. Но на поддерживающую систему мы используем всякие дрова. Дрова в реальном смысле слова. Как мы делаем поддерживающую систему, мы сейчас покажем. Так как ОСБ-16, мы его подперли через 39-42 см, смотря очередной марши. Потому что один марш у нас 1,67 м, а один марш 1,31 м. Вот так мы на руба поставили доски. Кое-где это 50-ка, кое-где 2 дюймовки сшиты через саморезы. Ну и вот такой горбыль, который же блуждает у хозяина с объекта на объект, хозяина дома. Мы просто закрыли его между полом и перекрытием. И такой, значит, напролет 2,5 метра, 3 ряда таких досок. 75-80 см между досками. Сейчас я залезу внутрь, Сережа подаст мне камеру, и я покажу, как это выглядит с подвала. Мы находимся в подвале. Вот так выглядит подборная система изнутри подвала. На всю высоту подвала в районе 5 метров, так как это двойной-тройной свет, мы взяли по 2 дюймовки, вот, видите, через проставку. Соединили их, вон, видите, то есть... Не знаю, как показать, сейчас не вижу. Вот. Две сдвоенных дюймовки являются усилителем опалубки, и двух сторон тоже облицованы дюймовкой. Так сделано несколько раз. Видите, да? На стене тоже прикреплена дюймовка на нагелях. Ну и низ запенен и подперт. Вот, как сказать, треугольниками расклеено. А здесь это еще не сделано. Снизу доски прикреплены. Сейчас перекрытие, перекрытие самолепное. Там и пенопласт, и непонятное армирование, поэтому на него решили сильно, если не опирать. Потом есть какая-то странная промежуточная плита. То есть вот от пола она метр сорок. Между ней и перекрытием еще доски дюймовые. Тоже по две штуки, видите? Вот две, вот две. Здесь пока одна, потому что, кстати, вот, сейчас набор же мы установили, надо еще одну доску вставить. Ну это же после летни. Почему? После летни. А, ну да, да, она мешать будет. Итого, плюс, в этой лестнице будут реализовываться так называемые клювики. То есть нависающая консольная часть ступеньки. Более подробно про чертежи, про проект мы сейчас вылезем из подвала и снимем. Ну вот, эскиз лестницы. Вот хозяин придумал вот эти самые клювики. Тут предусмотрена даже вот штраба. Штраба, балки. Это эскизный проект, который делал не архитектор, а сам хозяин. Вот. Боковая развертка. Все равно все не совпало, потому что фактически уровни высот не совпадают с архитическими. Архитектор во Владимире. Перемерял и послал хозяина. Тут набежали всякие ошибки. Короче, вот это вот, вот остаток плиты должна была обрубать плиту до 60 сантиметров. А балка должна была находить на тело плиты. Но после того, как мы выяснили, что балка не находится, а находится выше, выше, мы не стали рубить плиту. И мы там не хотим, и хозяин, и не платить. Так, вот армирование марши. Вот диаметр 12. Рабочее. И диаметр... Не видно плохо. И 8-10. Шагом 200-300. Ну, то есть, поперечную они конструктивно предусмотрели, а рабочую с четким шагом. Защитный слой 25 миллиметров. Вот это армирование марши. И здесь все выходы. Вот чертежи реконструкции необходимых на бетоне. Вот это вот мы сделали. Плиту рубить не стали. Так что вот так это все выглядит. Так, что это? Вот она схема. Боковая, силовая балка, анкировка стержней. Тут два ряда стержней анкируются. В результате хозяин сказал, что вот этот верхний сжатой зоне не надо делать. Мы только анкировались вот этой вот. И вот эта вот, не знаю как сказать, треугольничка металла тоже не будет. То есть, плита будет именно приходить к полу под углом, там где-то 120 градусов. Точка у нас есть. Ну, теперь то же самое сечение, только, не знаю, дублирующий. Что это такое? Так, теперь просто фронт-вид отсюда. Это уход в подвал, верхний марш, нижний марш, окно, чистого пола. Просто тут много однотипных. Вот, тоже. Это уже все действия хозяина, а не архитектура. Вот схема сверху реконструкции верхней части перекрытия, туда, куда приходят все марши. Ну, и нижняя. Ну, то есть, срез плиты, зона вскрытия. Ну, еще один винт, только другого ракурса, эскизный на лестницу. Короче, ничего сложного в этой лестнице нет. Сложность возникает из-за технических всяких воплощений. А на чертежах ничего сложного нет. Ну, и большой объем бетона. Конечно, большой объем, толщина рабочей плиты 12 сантиметров. Это не по перпендикулятору, перпендикулятор сантиметров 15. Это под 90 градусов. Короче, половина досок подпорной системы оказались дровами. Со старой крыши, горбалек, не куча гвоздей. Поэтому ни циркуляркой мы не можем пилить, ни этим самым. Не лобзиком. Поэтому надо срать на качество цепи. Мы сделаем лучше бензопилой. И что? Надо греть, потому что пилу. Гретьте пилу! Гретьте пилу! И только искорки от гвоздиков. Гретьте пилу! Гретьте пилу! Гретьте пилу! Субтитры создавал DimaTorzok Короче, замучили мы уже бензопилу, точить надо гвоздями, точить надо эти самые, как их называют, сцепь мы уже дорежем, это последний рез На серьез, чтобы не попасть Вот у нас три недели не было, так как на улице был сильный мороз И мы непосредственно заливку отложили, плюс всякие модернизации для экономии денег делал сам хозяин Но в частности одна из модернизаций Здесь мы угол плиты срубили, а вот эти вот сверления с прокладкой там скрытой проводки, плюс арматуры делал сам хозяин Человек очень деятельный Мы сюда будем мелкозернистый бетон помещать и вибратором его разгонять То есть получится полностью армированная круглая балка Плюс пришлось делать вот это же покажи И для того, чтобы поместить арматуру в то место, где она должна находиться Пришлось, кроме того, что сбивать плиту, еще вырезать в ней вот такие пазы под каждую арматурину То есть причал тут будет очень крутой Вот так же хозяин, это личная идея хозяина, он делает из шестерки вот такие хомуты Которые привязаны к арматуре в плите и к арматуре железного марша Кроме всего прочего, но я ближе покажу Здесь, в качестве проставок, хозяин сделал по методу Антона Вебера Бетонные брусочки, проволочки Так вот, ты там, стой, Серый, сейчас Как мы размечаем ступеньки? После того, как мы устанавливаем боковой борт Мы находим, мы решаем, с хозяином договоримся Либо той стене параллельно делаем, либо этой Все говорят, стены должны быть параллельны Но по факту, стены часто друг другу не параллельны Здесь нам сказали, что параллельность этой стене Размечаем просто геометрическую середину ступень Ставим вот такую точку И все размеры уже откладываем от нее Раньше мы по неопытности откладывали от каких-то вот тут точек И все время набегала ошибка А теперь мы берем неподвижную точку И от нее откладываем все ступеньки Сначала мы устанавливаем вот такие вот липухи По разметке А потом с помощью уголков И ступенек Мы здесь уже выставляем вертикаль, горизонталь, плоскость Ну а здесь мы используем деревянную Деревянный борт опалубки Насхвозь к река саморезами Значит, что еще? Из-за того, что эта резьба очень широкая Где-то метр тридцать, где-то метр шестьдесят Даже двухсотая доска, которая является опалубкой ступени боковой Может не выдержать И поэтому мы раскрепили ее еще посередине усилителя Каждый усилитель выглядит так Вершок ступени он закручен И вниз ступени от проворота И все вместе ступени Все до единой Надо куда-то причалить Нижние ступени причалены прямо к полу Здесь вы как по определенным причинам видите, что это невозможно Поэтому мы причалили их к самой нижней ступени Самой нижней ступени То есть все собраны в пакет ступени Нижняя ступень собрана в пакет с балкой А балка в свою очередь закреплена в стену Итого ступени вдруг неподвижны Разгружены на эту ступень Через проставки на стенку опалубки Балки И все это вместе в стену Армирование мы сами не придумали Там показывали или покажем вам чертежи Армирование здесь задумывается 300 на 150 Продольная арматура диаметр 14 Поперечная диаметр 8 Мы на размер увеличили Продольную сделали диаметр Неправильно Продольная по чертежам 12 Поперечная 8 Мы изменили, взяли продольную 14 Поперечную мы сделали из десятки Значит балка армируется четырьмя стержнями 400 арматуры Только в нижней растянутой зоне Я бы, конечно, сделал и вверху Но так как это не предусмотрено проектом Я не улучшал никаких В этом смысле не стал спорить с инженерами Все внутреннее пылесошение Все затрагивание Сделал хозяин За эти две недели, когда мы отсутствовали В районе новогодних праздников Человек очень деятельный Руки золотые Облегчил нам задачу Здесь ступеньки будут с клювиком Так как хозяин хочет Вот эту часть ступеня Сделать оштукатурной и пошпаклеванной А вот эту часть ступенек Из керамогранита То есть керамогранитная ступенька состоит из двух частей Вот этой и вот этой Но он закупает только плоскую часть А внутреннюю часть хочет сделать светлой И заштукатурной В связи с этим Он сам нам изготовил вот такие вот вкладыши Вкладыши из пенопласта двойки Причем вот эта грань у них Под небольшим углом Не под 90, а под небольшим углом Так ему нравится Я ему сказал, что лестница черновая И что все это довольно-таки бессмысленно Что где-то вибратор может их покоться Где-то что-то Но он сказал Сделай, пожалуйста, эти вкладыши Мы за эту доплату не брали Вкладыши сделали То есть ступенька будет иметь клювик Под определенным углом Торчать из тела ступеньки Дальше Ну здесь еще проще Здесь, кстати, вот Я люблю сам себя ругать Я тупанул Там было два чертежа ступенек Ступеньки изменяли свой размер И сначала я разметил Вот это сделал разметкой И у меня показалось, что все ступеньки не сходятся Потом пришел хозяин и Сережа Посмотрели на мою кассипор И оказалось, что Вот на вот этот размер я здесь ошибся И диагонали всех ступенек сразу стали Туда, куда им нужно было стать То есть Не будьте внимательны с этой точкой середины Высота ее не важна Хоть здесь ее делайте Хоть здесь, хоть здесь, хоть здесь Главное, чтобы она четко была Геометрически посередине ступеньки И используйте ее как ноль От которого вы все меряете Здесь все ступеньки также собраны в пакеты Усилителями И в результате вот сюда Крепятся в саму плиту Напоминаю, это плита не государственная Самозалитое Ну и еще одна приколюха Которую нам хозяин Этого сооружения придумал В результате Он решил, что ступеньки здесь будут Метр тридцать два А здесь метр шестьдесят семь Потому что именно от этого места Вот от этого места Пойдет стена подвала А до небуйственной подвала Я ему предлагал сделать просто Ну как бы Кладкой обойти ступеньки Но он не захотел Попросил сужения Чтобы нам не доплачивать Да и мы рады Облегчить нам жизнь Он сам создал сужение То есть я просто вырезал Болгаркой Проем в арматурном каркасе А он сам из пенопласта Соорудил вот этот вот Не знаю, фальш Здесь ступенька И по проекту И мы так делаем Крепится, анкируется На двенадцать сантиметров Тело плиты После чего Г-образные хомуты Делаются Из-за того, что арматура Очень большой Размер четырнадцать Ее пришлось не отталкивать А притягивать к палубе Притягивать Мы закручивали два длинных самореза На них накидывали Проволоку И притягивали Плюс мы еще Положим бетон То есть анкируем Четко по проекту Такие же Здесь мы Г-образных хомутов Избежали Ну, Сережа, может не идти Тут и так понятно То есть мы Из-за того, что здесь легко Мы сделали Арматуру не прямые А под углом Равни трисе градусов Согнутые То есть Здесь хомутов нет И полностью армирование Рабочая марша Полностью тыгнена в балку Также мы сделали То есть Если нужна арматура Вот такая Два раза мы не гнем Мы гнем так И вот так А вверх делаем хомутом Кто спцесс Те поймут То есть Вот так Вот так И вот так На двух пролетах При толстой арматуре Вы точно не согнете Где-то она придет Неправильно Поэтому мы Прямую часть И нижнюю изготовили А верхнюю Дополнены хомутами Ну, в общем-то Ничего сложного В этой лестнице Сложность такая Что Здесь По электронной модели 1,74 куба бетона Для двух пролетной резцы Без площадки Это, пожалуй, самая массивная лестница Потому что по проекту Здесь плита Очень толстая Рабочая Из-за того, что Женер-конструктор Исходил из того, что Ему нельзя сильно опираться На плиту основания Ему надо стараться Использовать стену Поэтому такие огромные штробы Поэтому Все Прошло Сейчас скажу точно Чтобы не влыхать 4,5 часа Мы подсоб не брали На этот объект Я и Сережа Вручную 1,65 куба Залили С подачи на второй этаж Ведрами Все Значит, посмотрите Для умников Специальная информация Умники говорят Мы работаем за кубы Но чтобы вы просто знали Работа по такой лестнице Стоит Сезон Зимой 35-40 тысяч рублей Зависит от всяких доп. работ Здесь Полтора куба Итого получается 25 Примерно тысяч За куб Бетона И я вас уверяю Это еще не самая высокая цена С теми геморроми Которые тут есть Поэтому Когда беретесь за такие изделия Берите их как за изделия Не беритесь как За кубы Или за ступеньки Это не отражает Сути проблем Которые можете вы столкнуться Завтра я еще Сниму вот эти усилители И кой я чухну ступеньки Еще подсниму кусочек видео А на ночь Потому что обещают Ночью Как всегда Легкий морозец Подарок прошлогодний Флексихит Мне, кстати, звонили с флексихита Спросили Вот такой номер мат Работает или нет Я сказал Все нормально работает Флексихит Ами накроем Они чуть-чуть Их не хватит На лестный марш Ну для перестраховки Это хорошо Ну вот Сегодня я пришел На второй день После заливки Хотел снять Вот эти вот усилители Но хозяин Перестраховаться решил Так как на улице Довольно прохладно И усилители не снимать Но теперь, конечно Вот в этих местах Будет не очень ровно Если бы это Сейчас было снять Под вот этими вот Древеняками Можно было бы Заровнять пока Верхняя часть Раствора Мы же сверху Раствором Затираем А не бетоном Она свежая Ну теперь Будет Здесь посередине Рытвенный Который хозяин Сказал Что заровняет Чашка Алмазная Теперь можно Посмотреть На результат Нашей работы Получилось Все неплохо Почти везде ровно Там в одном месте Был наплыв Я его мастерком Подчистил Я не знаю Будет ли он хорошо видно Сейчас солнце светит Вроде в спину Но Тем не менее Вот здесь был наплыв Вот тут Я его Зачистил Вот Вчерашние Отверстия Через которые Мы заполняли Бетоном Хозяин сделал Воронку Из металла По диаметру Отверстий Если найду Я ее покажу В нее Прямо вставлялся Вибратор Накидывался Бетон Вибратор Вибрировал И по воронке Бетон заполнял Полностью Все эти Отверстия Они заполнились Хорошо Даже когда Вибрировали Вот это отверстие Вот с этого Выливалось То есть Полностью Балка Круглая Сформированная Заполнилась Смысла У меня особо Не было Для успокоения Хозяина Ему это было Важно Вот так вот Внешний вид Сверху На лестницу Сейчас покажу Подпорную систему Вы убедитесь Что Все выдержала Отлично Вот Изнанка Опалубки Верхнего марша Нигде Ничего не провисло Не потекло Смесь мешали Несухую Так что Расстояние Между усилителями 35 сантиметров При 16 УСБ Достаточно Если УСБ Девятое Восьмое Восьмое Или девятое Просто Обычно Оно все таки Девятое Тогда нужно 20 25 сантиметров Вот Изнанка Вот Изнанка Того марша Который Расположен Над подвалом Даже по стыкам УСБ Хотя ничем Не проклеены Ничего не потекло Хоть мы Вибрировали То есть Не делайте Жижу И все будет Хорошо Подпорная система Также выдержала Так как Кроме вертикального Она имела еще Упоры в сторону Чтобы доски Не могли сдвинуться Не так Не так И так же Здесь Всегда Мы упираем Ближайшие стены Для того Чтобы И все низы досок Подпениваем Не для того Чтобы Значит Их За Как сказать Ну да Для того Чтобы просто Их закрепить Вон Видите Со стороны в сторону Чтобы они двигались А не для того Чтобы компенсировать Зазоры Кстати Заливка Была На 14 день После установки Опалубки Доски Сначала При установке Были влажные Затем Они высохли И укоротились На 1,5-2 мм Пришлось Везде Подкладывать Маленькие Фанерные Подкладочки Поэтому Если установили Опалубку Заливайте Ее Сразу Потому Что Когда Опалубка Постоит Она Меняет Свои Геометрические Размеры Пластификаторы Мы использовали Вот такой Вот такой Раньше Между ними В разы Это Старина С-3 Разведенная С водой Оптимист Это Типа Крутая Сика Никакой Разницы Мы не заметили Обоими Мы остались Недовольны Потому Что Сильного Снижения Водопотребности Смеси И повышения Подвижности Мы не заметили Мы бы Их вообще Не добавляли Но Хозяин Дома Попросил Нас Это сделать Ну Для успокоения Его Я советую Идти Другим путем Просто Долить Больше воды И досыпать Больше цемента На куб Там у вас 300 рублей Лишние Появятся Но зато У вас Подвижность Будет Такая Какая Вам надо И Это намного Бывает Эффективнее Чем Использовали Вот этих И этих Или каких-то Других Пластификаторов В последнее время Вы же мои Видео смотрите Я перестал доверять Всем им Компаниям Супер Бупер Не очень Ими доволен А Цемент Мы использовали Вот такой Липецкий Д нулевой Евроцемент Групп Наоборот Офигенный Цемент Даже чересчур Если Какой-то С бетономешалки Слил И допустим Не по Короче не залил 20 минут И решил там Пообедать То блин Он становится Уже на глазах И поэтому С ним надо работать Не то чтобы аккуратнее Учитывать что он Очень быстрый Не знаю как на Полную прочность Набор Ее какой будет И какие там Кубики Мы ничем Заниматься не будем На этом объекте Но очень быстрый Цемент Если надо что-то Быстро Например стяжку Чтобы быстро По ней ходить Вот именно Липецкий Цем 1 42 Ну и Подгоринский В принципе нормальные Мы ими довольны Но плюс Учитывайте что мы Меня все знают Я беру прям У представителя завода И всегда он свежий Я никогда не беру Не свежий цемент Стоит у нас В Таганроге 160 рублей на хорошей Базе И где-то 180 рублей В среднем По магазинам Надеюсь Видео вам было полезно Всем спасибо Всем пока